Все дружно жили, и вдруг появилась какая-то китайская стена. Есть мнение их, есть неправильное. Но у нас гораздо больше. То есть они отрицают полностью программу развития нашей страны. А как можно развивать село, если здесь нет работы у людей? Для чего? Тут понятно, скоро выборы. Понятно, что кто-то на это дает деньги. Это такой здоровый прагматизм, и при том он нацелен на что-то нехорошее. Каждому из них задать вопрос, а что он лично сделал для страны. Честно, вот просто уже надоело. Субтитры сделал DimaTorzok Ну конечно, папа мой тут живет сколько лет? Да, Нина Алексеевна, наша добрая соседка. 70. 70 лет. Поведайте нам, пожалуйста, историю противостояния людей определенной маленькой силы, которая будоражит весь этот район. Не, я вот честно скажу, я просто наблюдала, и мне было интересно. Я-то, ну как сказать, очень корыстный человек. Да, и моя корысть заключается в том, чтобы вот по селу, где я теперь поселилась и живу, где живет мой папа, возможно будут жить мои дети. Я должна ездить, и у меня не должно быть слез от того, что я вижу разваленные крыши, дома или деревья, которые растут через окна. Да, что нужно для этого сделать? Первое, что я сказала папе, он говорит, вот тут эти жили, тут эти жили. Говорю, пап, что нужно сделать? Ну вот видишь, когда я сюда приехал много лет назад, я себе ставила как бы три цели главные. Чтобы у меня была работа, чтобы кормить семью. Для этого должна быть какая-то инфраструктура. Чтобы были цены приемлемые, да, на жилье там, на все. И чтобы были добрые соседи. Вот он все это здесь нашел. Ну и собственно все здесь так же и живут. Селу там не 800 лет, но по истории где-то около 200. И вот как-то те люди, которые сюда приходили, они принимали этот статус жизни. Они были с этим согласны. И в какое-то время, после, наверное, того, как разграбили вот это вот, после перестроечного периода, всем раздали по колбаске, папа рассказывал, закрыли коровники, и все, каждый выживал как мог. Но из них большинство людей уехало, потому что вот все это закрылось. Те же самые коровники, их было гораздо больше. И свинокомплексов было гораздо больше, чем сейчас предлагается. И никому ничего не мешало, все шло своим череном. Хотя, как бы, актуальная информация говорит о том, что не было таких возможностей даже, чтобы вот сохранять экологию. Тогда никто себе не задавал такого вопроса. Даже вопросов не было. И сейчас у меня такой вот, а что, какие аргументы у этих людей? Я им задаю вопросы, они даже мне не отвечают. То есть они уклоняются от вопроса. Начинают на меня нападать, говорить, в каких я ботах хожу, называют меня там стервой в ботах. Я поясняю, да, я вот именно в этом вопросе именно такая. Может быть, изначально сложилось так исторически от моих предков, которые Терек охраняли и весь Кавказ, ну и, собственно, всех царей тоже. Вот, что мы в этом плане боевые, мы очень чувствуем, где несправедливость. И если я прихожу к бабушке, там, старушке, и она мне говорит, вот, приходила женщина и сказала, что принесла листовку. Я говорю, что за листовка? Я читаю, в этой листовке, слушайте, прямой саботаж, где они пишут, мы против, давайте все объединяться. Они к чему призывают? То есть они отрицают полностью программу развития нашей страны? Это же не просто так. Сидел Вася, подумал, дай-ка я еще один свинокомплекс построю, где? А на карте покрутил. А давайте здесь, да? То есть это все, наверное, готовилось, согласовывалось. И теперь получилась некая инициативная группа, которая нигде, вот их нет. А мы, получается, антиинициативная группа им тогда, да? Но нас гораздо больше. Большинство, я бы даже говорил. Нас большинство. Мы просто не выеживаемся, не пишем, не оскорбляем. И со своими претензиями к ним не приходим. И получается, что они на нас давят. То есть все дружно жили, и вдруг появилась какая-то китайская стена. А как они давят? Ну, я же говорю, они накидываются на меня в интернете. Притом все вместе. Пишут мне неприятные вещи, пишут, клипы снимают. Вот это Люси со свинками свинокомплекса показывают собачки, в которой там мама лежит, ее там свинки сосут. Потом пишут, что я работаю на этот Агроэко. Честно говоря, я даже... То есть те, кто против их мнения, то все, как бы это изгой. Да, есть мнение их, есть неправильное. Потом я такая говорю, слушайте, ну если у вас есть какие-то действительные... Я пыталась понять, в чем проблема, почему против. Понятно, что кто-то на это дает деньги. Бесплатно они не выйдут. Ну, я так понимаю, есть какая-то информация. Да. И, значит, я стала выяснять, в чем проблема. И выяснила, что в основном это были те люди, которые, значит, либо как-то связаны с теми, у кого свое большое хозяйство, либо сами они изначально. Но сейчас я понимаю, что это даже не они это придумали. Это их кто-то использует. Для чего? Тут понятно, скоро выборы. И всем хочется, наверное, не только сыра, но и колбаски, чтобы было только у них. А на селе так не бывает. Да, здесь каждый все про всех знают. Поэтому скрыть какую-то информацию очень сложно. Ну, то есть пофамильно, да, вот прям списком, что называется. И, соответственно, получается как? Они, значит, все это подготовили, все расписали, стали заказывать статьи в платной газете местного какого-то там верхнего Мамона. Да, и статейки писали с призывами. А, значит, давайте против, давайте поднимайтесь, хватит спать там. Я не вижу здесь никакой проблемы. Значит, она в чем-то другом. Вот и разберитесь, пожалуйста. Ну, я так понимаю, там политическая амбиция. И если это сформировалась определенная группа лиц, так скажем, по предварительному сговору, да, и они лезут все во власть, я так понимаю, они, скорее всего, контролируемы конкретными людьми. Конечно. И потом, чтобы они лоббировали конкретные интересы конкретных людей. Ну, я сколько вот говорю, все больше и больше мы приходим к этому выводу. Вывод ясен, красен. Теперь нужно... Поэтому создали врага, значит, для предвыборной кампании перед этим. Они же понимали задолго, что они планируют. Конечно. Соответственно, вот нужно с кем-то бороться. Вот этот враг есть. А тут политические безграмотные, честно скажем, люди, они просто привыкли трудиться и этим жить. И их вот эти вот все сказки, они пришли, распишитесь, они расписались. Пришли другие, они тоже расписались. Ну, потому что они могут быть введены в заблуждение. Им могли сказать одно, расписались за другое. Поэтому я так и понимаю, что таким образом они собирают подписи. Да. Обратили внимание, вы ездили по Чупаховке, там даже на домах свинья перечеркнуто. То есть люди вообще не в курсе, что это было. Им говорят, можно тут повисить? Да, вешай. Да, конечно. Рассчитывая на простоту людей, они не понимают, что, я же говорю, простые люди, они позволяют себя обмануть первые 30 секунд. Потом эти же самые люди возьмут вилы и наведут порядок. Согласен. Вот получается, что фактически вот эта маленькая группа лиц разжигает между собой вот эту рознь. И к чему это приведет? Они же потом сами пострадают от этого всего. А зачем это нужно? Ну, здесь есть причина и следствие. Для чего? Для чего и кому это выгодно? Мне, может быть, и не выгодно, чтобы был свинокомплекс, я не хочу, чтобы там свинок убивали. Но я понимаю, что есть стратегический план страны, где написано, столько у нас должно быть зерна, столько это... Ну, не надо каждому это расшифровать. Хочешь, на Кремль.ру зайди, хочешь, в Министерство обороны зайди. И ты увидишь, что там происходит. Тогда ты не будешь себе задавать вопросы. Ну, а Агроэко, насколько мне известно, и вот ранее мы спрашивали, оказывает всяческий помощь людям. Вам об этом ничего не известно? Известно нам. Я обратилась к ним с просьбой детей войны хоть как-то к 9 мая отметить. У нас их 140 человек, в Осетровке 20, в Нижнем Мамоне около 300. И они всем привезли подарки. Мы их развозили. Люди так были довольны. Там, ну, подарок, ну, сказать, там рублей на 5. Это внимание все-таки. Да, продукты в основном и сладости не портящиеся. И люди так были довольны. Никто из фермеров так не поступал. Хотя могли. А их мы никакой пользы не видим. Они же все это знают, что они укрывают свои налоги. Мы ничего не видели. Папу моего даже поздравили, как дети войны. Там, да, вот. Ну, по крайней мере, нравственная точка мне их понятна. Ну, хорошо быть добрым, когда ты богатый. Но когда у тебя много проблем, а ты все-таки остаешься с чистым сердцем, это тоже очень ценно. Понял. Ну, самое главное, все-таки большинство за строительство свинокомплексов. Да, конечно. Конечно. А как можно развивать село, если здесь нет работы у людей? Инвестиции, рабочие места. Нужно. То есть они знают, что мусульмальные свинину не любят, не едят. Ну, да, им нельзя по Корану, да. Поэтому они решили этим воспользоваться. Вот это, конечно, это негодяи. Это полно. Используют любой шанс, любую возможность. Не то, что там, а что истращают. Угрожают чем-то там. Вот если ты не подпишешь, смотри, мы тебе там... Просто у меня семья большая, и дети мои, и все трое живут в Москве. Но так как мне 56 лет, я имею право уже растить капусту, где я захочу. Тем более, что у меня папа в таком возрасте, когда его нельзя оставлять одного. Поэтому я вот теперь живу здесь. Значит, здесь должен навестись порядок. Я не могу ходить по кривым дорогам, я не могу видеть разруху. Я ее буду поднимать так, как я смогу это сделать. И если для этого надо комплекс, будет комплекс. Вот было, когда было слушание, да, я там выступил и сказал, вы знаете, к нам проникла инициативная группа из Америки. Почему? Ну, потому что они же американцы против сибирского потока газа. Весь мир поднимают, да, сибирь, да, это. Так и это тоже группа, которая против... Ну, это саботажники. Я бы назвал бы даже террористы такие общественные. Ну, это так и есть. Мутят и среди народа вносят вот это вот. Разлад, раздал. Приходишь в магазин, она сидит вот с таким плакатом, вот в таком кресле в холодке. Голосуйте против свинокомплекса. Я подошел к тебе, я говорю, а как голосовать? Где у вас ящик, куда, чтобы я бросил там свой голос? Вот, приходите, у нас будет в парке, где там парк. В центре села. Внутри села. Здесь будет, значит, сходка. И мы, значит, будем общественно решать этот вопрос, как это закрыть. Наши дети хотят пить чистую воду, дышать чистым воздухом. А нас возили же специально от Агроэка. Да, мы были. А, то есть вы ездили на предприятие, да? Ну, вот папа, я его. Да, да, да. Новомиловатка есть. Угу. Калачевского района. И мы, значит, остановились в этой Новомиловатке, там, в центре. Ну, и там люди. И я, значит, одного мужчину спросил. Я говорю, здравствуйте, здравствуйте. Вы местный, да, местный? Я говорю, вы скажите, вот, у вас здесь свинокомплекс есть? Да. Я говорю, вы там работаете? Нет, сын работает. Ну, и как, я говорю, у вас два с половиной километра. Совсем рядом. Находится это. И нас потом повезли туда. Я говорю, как вот тут дышать вам? Да ничего, говорит, ну, бывает, когда ветерок чуть подует, так. А мы, говорит, уже привыкли. Это не то. Мы и сами, говорит, в селе всю жизнь прожили, говорит, нюхали. Да, они соседи так же. Нюхали, говорит, да. Поехали мы туда. Нам показали эти лагуны, где отходы хранятся эти. Значит, там сделана такая защита, пленка, где-то около 4 миллиметров вот такая вот. И в этой лагуне содержится 24 тысячи кубометров отходов свинок. И их там 2, да, или 4, он говорит. Четыре. Лагуны 4. Четыре. Две освобожают, а две заполняют. Значит, мы две заполняем. Они потом полгода стоят, все это перебродят. И мы вот это удобрение, органику чистую, мы отдаем фермерам. И они удобряют поля. Да, они удобряют поля, и они нам дают зерно, поэтому. Это зерно мы отправляем в Павловский, там же построили в Павловский комбикормовый завод. Нас повезли туда, показали, значит, как это все там происходит. Чем кормят этих свиней. И мы, значит, посмотрели, люди 2,5 километра, наши же 12 почти километров. Ну, там 11-то получается. А как стращают? Наш народ знает давно. А как же она, вот в этой инициативной группе фермерша пашет заливные луга. Кто разрешил ей? Нам уже показывали. А где же экологическая улица? И навоз вывозят тысячи тонн. Потом половодие пришло, весь смыло и в дон уплыло. Они даже саботировали вот это слушание. А вот это Черных оторал. Ее там заместитель Бухтояров останавливал. Раз, десять, третий. Я милицию вызову сейчас. Что вы портите нам все? Она орет там. И все вот так вот. А была бумажка расписана, как себя вести на этом собрании. Даже так? Да. Нелегче не приносили такую, я читала. И что читать? Даже где, я как бывший этот спецчеловек, я все фиксировала. Даже где-то я сфотографировала, мне было так смешно. Обалдеть. Думаю, интересно. Они думают, что я китайский болван, сейчас приду и буду хлопать. Знаете, что я вам скажу? Что здесь, конечно, все встанет на свои места. Соответственно, комплекс будет. Надо коровник, будет коровник. Надо, чтобы тут была военная база, будет военная база. Все, что в пределах разумного должно здесь быть, оно здесь будет. Может быть, тут захотят вот сейчас алмазы у нас добывать. И что, мы будем все сопротивляться, кричать, не надо утопить их обратно. То есть, логика какая-то должна быть у людей. А так как у них недостаток информации, им обрисовали врагов. Этот образ, тень отца Гамлета, не существующего врага. Мы им не враги. Мы не призываем кому-то. Мы просто хотим, чтобы процесс ровно прошел, чтобы все... Вот вы строите дом, вы же не можете крышу сделать без фундамента. Понятно, что они как-то здесь дороги сделали, еще что-то помогли. Но не для того, чтобы мы сказали им да. Больше скажу. Я даже могу предложить вот свое курирование того, чтобы я людям рассказывала, ездила и рассказывала, что там все происходит. И если что-то там тоже будет не так, чисто по совести я тоже буду недовольна. Да, потому что все должно быть по справедливости. И все люди должны это знать, что это делается и для них тоже. Я скажу, что я поражаюсь их изобретательностью. И мне интересно уже, что они в следующий раз придумали. Я думаю, они что-нибудь да придумали. Честно, вот просто уже надоело. И ведь нужно понимать, что те люди, которые сейчас понимают, что у нас все корректируется и везде наводится порядок, они должны понимать, что к ним тоже дверь постучат. И они тоже будут с ними работать и наводить порядок. Так не лучше сразу это все начать и просто всем прийти к какому-то общему знаменателю. Это важно для тех людей, которые вот с утра машут друг другу или смотрят волком друг на друга. Каждому из них задать вопрос, а что он лично сделает для страны. Для того, чтобы критиковать чью-то работу, надо самому эту работу уметь хоть как-то делать. А тот, который ничего не делает, обычно у нас сидит и говорит, что все неправы. Так не бывает. Тем более, что тот кричит, тот всегда неправ. Согласен. Да, она вот у нас, эта оппозиция, у нас ТОС был в Гороховке. Отремонтировали три кладбища, какие изгороди попоставили, ворота и все. Они прицепились к этой кирине. Не так работаешь, неправильно тебе избрали и все. И она теперь у нас не председатель ТОСа. И поэтому мы в этом году 367 тысяч Гороховка потеряла. А мы бы за эти деньги ТОСу выделили эти деньги, и мы бы что-то сделали еще. И так уже ТОС и детские площадки поделал, и огородил же эти кладбища. Они вставляют шпильки и все нам. Притом и делают это сознательно, как выяснилось. Они же не пятилетние детки, они понимают, что они делают. Там в Нижнем Мамуне еще такие есть. Я председатель совета ветеранов в Гороховке, собрались на слушание. А он подходит ко мне. Кто ты такой? Да, ты, говорит, председатель. Да, говорю я. Кто тебя выбирал? Мы тебя снимем. А я рассердилась, прям говорю, а я не стою за этой должностью. Должность бесплатная. Столько нагрузки. Мне уже 70 лет. Говорю, пожалуйста, говорю. Они ТОС Ирину не сократили, а отстранили ее от работы. А из них никто не взялся работать. А, да тут бесплатно, мы не будем. Раз вы за этот ТОС бились, становитесь теперь и делайте. Хоть какую-то пользу принесите. Ну да, только разрушать могут. Критиковать, но ничего не предлагать, ничего не делать. И этот ТОС, он нам родники как оформил, все хорошо. Сейчас там немножко тоже надо навести порядок. И вот же три кладбища. Какая большая работа. Мы стали складываться на свое кладбище по тысяче, дали 30 человек и все. А сколько он стоит этот забор? Одни ворота чего стоят? И нам же помогли за ТОСовские деньги, 300 с чем-то тысяч там было выделено. И огородили все кладбище, поставили хорошие ворота. Еще такой момент политический, очень важный. Значит, когда я пыталась присмотреть на это собрание, куда мы приехали, где там полный зал был. Был сход какой-то был. Был сход, и в Доме культуры они собрали всех бабусик. Сами приехали на Лексусах, бабки пришли сами. Кто прикатил их на чем. Кого привезли. Кого привезли, сказали быть обязательно. И бабушки сидели там вот в жару, значит. Это в прошлом году было. И стоял портрет Путина, и было написано, мы ничего не можем делать против воли народа. Как это понимать? И мне кажется, что это вообще подло использовать портрет президента, прикрываться им и ссылаться на то, что он, получается, неправ. Что он не выслушивает народ. Как раз он-то и выслушивает народ. Но это такой здоровый прагматизм. И при том он нацелен на что-то нехорошее. Вот интуитивно все понимают, но не могут понять на что. Поэтому тут надо дать информацию всем. Одинаково, справедливую. А там пусть они сами выбирают. Если они хотят, значит, чтобы село развалилось, ничего нельзя здесь строить. Ездить на электромобилях. Они хотят жить, я говорю, хочу жить, как в Швейцарии. В Швейцарии запрещено держать семью. Начнем с того. То есть всем тогда запрещено. Ездите на электромобилях, не курите, не дышите. У вас будет полная экология. Невозможно так, чтобы всем было все здорово. Где-то, значит, что-то будет, на чем-то будет, есть над чем работать. Значит, больше посадить деревьев надо, если воздуха не хватает. Все равно причина и следствие – это главные вещи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова